Жить с человеком, у которого деменция, невероятно весело. Понятное дело, что сейчас, наверное, неуместно такие слова применять, но, поверьте, это просто моя защитная реакция. Я жила с бабушкой, у которой была деменция. Я хочу просто вспомнить бабушку с чистой душой, со смешной историей. Не воспримьте это как оскорбление людей с деменцией или оскорбление моей бабушки. Короче, люди с деменцией становятся очень агрессивными, и она начала на меня просто так орать. Мама меня оставила наедине с бабушкой буквально на 10 минут. Что произошло за эти 10 минут? Я даже заикаться начинаю от этих афганских флешбеков. Она говорит о том, что хочет в туалет, и я боюсь этой фразы, потому что, понятное дело, я ее до туалета не доведу. У меня нет столько физической силы. И тут она просто начинает кричать, а потом резко затыкается и говорит. О, пошло. Я начинаю говорить бабушке, бабушка, держи все, что пошло внутри. Не надо, держи все внутри, ничего не должно идти. Она меня уже не слышит, она уже в Астрале где-то. К слову, ничего на Додонина не было, она просто, видимо, решила проверить мою стрессоустойчивость. Спасибо. Спасибо. Спасибо.